Одинокой Марфе Павловне добрые старушенцы из 57-й квартиры подкинули больную кошку. Явно свои же. Прямо в коробке с подстилкой поставили кошачью душу под дверь пенсионерки, позвонили и скрылись. Марфа Павловна охала, ахала, кошку лечила, отмывала и выхаживала. Кошка набрала сил, получила имя Мила и исчезла. Через месяц Марфа Павловна нашла под дверью коробку с тремя котятами. Выходила, раздала в добрые руки. Ближе к зиме подкинули щеночка со сломанной лапкой. Марфа болела тогда сильно, но что делать? Поставила на лапки горемыку и пристроила в добрые руки молоденькой соседке Хохотушки. А однажды почтальон принес свежую газету, вручил лично в руки и заговорщически подмигнул. Женщина несказанно удивилась, чего это столько чести-то? Поправила очки на носу, глянула на газету и обомлела. Прямо на титульном листе был материал про ее добрые дела. Соседка Хохотушка корреспондентом оказалась, собрала целый материал о Марфе Павловне и главред одобрил. Соседи читали и радовались, что рядом с ними такой человек хороший живет, и удивлялись, что раньше не замечали, и гладили своих хвостиков, и улыбались друг другу. А Мила вернулась, кинула под ноги хозяйки дохлую мышь и осталась навсегда.